Всем привет! Сегодняшний ролик посвящается ребятам, которые приезжая в магазин шин говорят мне шины 15 цитирую радиуса, все равно какая там будет ширина, лишь бы 60 высота, чтобы мягче было то есть 205, 225, вот такое что-то. Значит смотрим ребят, разберемся в размерах по шинам, узнаем стоит ли менять размер и будет ли мягче, если увеличить высоту профиля. Значит на каждой шине, на всякий случай все-таки, есть вот такая маркировка, где указана, практически на каждой, в таком виде, где указана ширина в миллиметрах 225, это ширина профиля в миллиметрах, вот это 55, это высота профиля в процентах от ширины, R16 это радиальная шина 16 диаметра, также указана 99W это нагрузка на скорости, 99 по таблице переводится в килограммы, а W в километры в час. XL это extra load, то есть усиленная боковина. Значит что хочется сказать, подход что лишь бы 55 высота или лишь бы 60 неправильный, вот мы уже разобрались. Обе шины с 55 высотой, но левая 205-55, а правая 225-55. Соответственно правая на 1,1 сантиметра профиль выше, несмотря на то, что и там и там 55. Какой же размер устанавливать? Я всегда рекомендую посмотреть на автомобиле, на каждом автомобиле есть указано обычно на водительской стойке, вот здесь, но здесь нету, значит вот на двери, на водительской двери есть указаны размеры, которые на этот автомобиль подходят. Если нету здесь, значит на лючке бензобака, если нету на лючке бензобака, значит был кузовной ремонт и таблички просто нету. Тогда я оставлю ссылку в описании, где можно посмотреть по автомобилю, какие шины туда устанавливаются, значит и ставить такой размер. Единственный случай, если вам не хватает клиренса, тогда стоит увеличивать высоту профиля. Вот это единственная рекомендация, когда я допускаю увеличение высоты профиля, потому что выше практически никогда не значит мягче. Почему? Потому что на шинах, как мы уже смотрели, есть индекс нагрузки и скорости. Чем больше шина, тем на большую вес она рассчитана и тем она тяжелее. То есть чего вы добьетесь точно, так это машина станет хуже разгоняться, больше нагрузка на двигатель, на подвеску шина тяжелее, больше расход топлива, вероятно, будет. Будет выше профиль, она будет более валкая, на скорости управляемость ухудшится. Также зимой будет намерзать снег и бить подкрылки. То есть, а будет ли она мягче, большой вопрос. Вот у нас, например, есть две шины с одинаковой высотой профиля. Тут 110-112 миллиметров. Вот. С разными только боковинами. Смотрите. Вот такая разница по мягкости. То есть, если вы хотите резину помягче, стоит брать себе тот же размер заводской, но с очень мягкой боковиной. То есть, не extra load и тем более не run flat. Вот мы видим run flat. Это шины с усиленными боковинами, которые выдерживают вес автомобиля даже без воздуха внутри. Соответственно, вы можете поставить какой угодно высокий профиль, но если они будут run flat, там будет жестко. Потому я бы не связывал высоту профиля с мягкостью, с комфортом. Как-то так. А что недосказанное осталось, обсудим в комментариях. Всем пока.